Восстание в подвале больницы убили человека. В ходе утреннего обхода охранники наткнулись на тело 33-летнего мужчины. В помещении он поселился месяц назад с другом, однако идиллия их длилась недолго. Подробности у Гульнары Жандагуловы. Обитатели лечебницы едва ли замечали это помещение до сегодняшнего дня. При утреннем обходе охранники нашли в подвале труп. На стенах до сих пор видны пятна крови. Выяснилось, что здесь жили бездомные. Двоих мужчин никто не прогонял. Сотрудниками полиции было обнаружено, что на теле мужчины имеются многочисленные гематомы и следы от побоев. Экспертиза, как установила экспертиза, мужчина умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. По словам очевидцев, приятели жили здесь в течение месяца. Каждый вечер заканчивался пьянкой. Одна из таких посиделок переросла в ссору и закончилась смертью. Подозреваемого в убийстве задержали через сутки. Товарищ погибшего во всем сознался. Дворник Асхат Мубараков никакой руганий в тот вечер не слышал. На бродяг попросту никто не обращал внимания. Вообще этот подвал он всегда открыт? Нет, закрыт, просто сломали. Кто сломал? Здесь вовле. А это легко сломать? Не знаю, нет. Ну, в смысле, они его ломают и никто не слышит. Охрана здесь, она слышала, как ломали, нет? Нет, конечно. Мужчина говорит, обитатели подвала меняются так часто, что замки приходится менять каждую неделю. В администрации больницы от комментариев на камеру отказались. Объект режимы. Получайте разрешение на съемки там и приходите. Гульнара Жендагулова, Тимур Есеноманов, 7 канал.